Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новое обновление под номером 14, а также про новую серию сезонов и новый летний сезон. В первую очередь в игру было добавлено 4 новых автомобиля. Среди них McLaren 600LT и McLaren 720S, а также экстремальный внедорожник Ford F-150 Prerunner и наикрутейшая экстремальная игрушка под названием Volkswagen Motorsport. Также в игру была добавлена возможность продавать автомобили, выигранные в призовой игре, за половину от их стоимости. В игру была добавлена более тонкая настройка своих маршрутов, а также 11 новых достижений на 250 очков, ну и парачка других дополнений типа показательных заездов. С обновлением всё, теперь я расскажу вам про новую серию сезонов, а также про новый сезон. Для прохождения этой серии сезонов на 100% от вас потребуется снова пройти квалификацию в ранговых гонках и победить одного соперника месяца. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете Honda NCX 5-го года, а за прохождение на 80% McLaren 600LT. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете Cadillac Limousine, а за прохождение на 80% Ferrari 166MM. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место против драйватаров уровня опытной в уличной гонке Галанфинанская погоня вы получаете классический гоночный костюм. За первое место против драйватаров уровня опытной в кольцевой гонке на ретроавтомобилях в Астморе вы получаете Ferrari 590XX. За первое место против драйватаров уровня опытной в спринт-кроссе водохранилище Derwent вы получаете Honda Civic 84-го года. За первое место в чемпионате летних игр вы получаете Chevy Camaro 79-го года. Из-за первое место против драйватаров уровня непобедимой в командном раллийном спринт-кроссе в Котсуолсе вы получаете 25-й RTR Mustang. С чемпионатами все, теперь я расскажу вам как пройти новые сезонные выходки. Первая выходка называется Замок Бамбара. Это знак опасно, в котором вам необходимо набрать 215 метров. Для этого испытания подойдет любой управляемый автомобиль с хорошим ускорением. Начинать я советую от самого забора. Ну а я прошел это испытание на Хуниган РС-200. Следующая выходка называется Derwent Water. Это скоростной участок, в котором вам необходимо удерживать скорость 155 км в час. Здесь вам понадобится автомобиль с хорошим управлением. Я прошел эту выходку на Хуниган Форт Эскорт. Следующая выходка называется Морхеттская электростанция. Это полицейский радар, в котором вам необходимо развить скорость 393 км в час. Здесь вам понадобится автомобиль с хорошей скоростью и с хорошим управлением на скорости. Ну а я прошел эту выходку на Хуниг Зигагера РС. С сезонными испытаниями. Все, теперь я расскажу вам как пройти новый недельный форзофон. Первое испытание называется Американская знаменитость. Для его выполнения вам понадобится автомобиль Dodge SRT Viper 13 года. И все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Следующее испытание называется Грубая сила. Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать 10 раз технику обмен краской. Ну а для выполнения техники вам необходимо легонько коснуться проезжающего автомобиля. Следующее испытание называется Поединок. Для его выполнения вам понадобятся заезды Дух Улиц. Ну а потребуется от вас выиграть 3 заезда серии Дух Улиц. Последнее испытание называется Лайк и Босс. Для его выполнения от вас ничего сложного не потребуется. Вам необходимо заработать 750 тысяч баллов за технику, что эквивалентно 75 тысячам с умножением на 10. С испытаниями все, теперь я расскажу вам о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно купить эпический джемпер Timeless и легендарный классический гоночный шлем, а также легендарный автомобиль Koenigsegg Regera за 525 очков. Ну а главный приз за этот фарзофон – это эпический Ford Mustang RTR под номером 88 за 550 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь поддержать меня лайком, оставить комментарий, подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий! Субтитры создавал DimaTorzok